всем привет это ваша любимая рубрика планировки вы мне часто пишите в комментариях с просьбой разобрать тот или иной жилой комплекс ту или иную планировку и вот сейчас я решил это сделать я решил сравнить несколько двухкомнатных квартир из разных жилых комплексов а жилые комплексы я взял именно те о которых вы писали мне в комментариях в личных сообщениях и просили их разобрать поэтому друзья свершилось а если ваша планировка из вашего жилого комплекса не попадет в этот обзор то пишите чаще в комментариях что вы хотите разобрать и вы будете услышаны важная ремарка для того чтобы было удобно сравнивать двухкомнатные квартиры я сделал специальную таблицу в которую буду вписывать эти квартиры и сравнивать их по определенным параметрам таких параметров 10 они ясные четкие и понятные и чтобы было еще понятнее я сделал таблицу с этими параметрами где вписал по каким критериям я буду оценивать ту или иную квартиру это мои критерии это совершенно не те о которых пишет застройщик у нас замечательные планировки свободной конфигурации это у нас комфорт класс это бизнес это еще что то такое я сделал всего-навсего три критерия первое это идеально второе сойдет и третье отстой вот по таким критериям я буду оценивать планировки если вам интересно посмотреть на эту таблицу и что я имею ввиду и по каким параметрам вообще сравнивают ту или иную вещь переходите по ссылке скачивайте таблицу и сравнивайте вместе со мной кстати если ваша квартира в другом жилом комплексе она не двухкомнатная трехкомнатной четырех или это однушка вам тоже подойдет эта таблица возможно с этой таблицей вы не согласитесь у вас будет какое-то свое мнение но в любом случае это будет отправной точкой в любом случае это будет мнение дизайнера с многолетним опытом то есть моего опыта это опыт человека который каждый день работает с клиентами и слышит от них что они хотят поэтому накопив этот опыт и понимая что нужно клиентам я и составил эту таблицу пользуйтесь дорогие мои в описании по ссылочке вы можете ее скачать ну а сейчас поехали итак двухкомнатная квартира в жилом комплексе чемпион парк общая площадь 153 метра стоимостью 11 миллионов 750 тысяч рублей стоимость квадратного метра 76 тысяч 707 рублей за метр квадратный для начала я прочитаю что пишет застройщик о своих планировках а затем я проверю эту планировку по своим 10 пунктам и так что пишет застройщик вдохновляющие планировки они должны кого-то вдохновить неординарные люди выбирают радиусные планировки поэтому если вы чувствуете в себе какую-то ординарность то ходить не стоит только неординарные люди выбирают эти радиусные планировки панорамный обзор на мегаполис это здорово который всегда в движении вдохновляет на новые свершения и цели планировки для чемпионских амбиций если чувствуете в себе чемпионские амбиции то вам в этот жилой комплекс за этой радиусной планировкой ну ладно шутки в сторону а сейчас смотрим по десяти параметрам эту двухкомнатную квартиру первый параметр градация интимности помещений что это такое помещение должны выстраиваться в определенной очередности прихожая кухня гостиная детская спальня что мы видим мы видим прихожую из прихожей сразу же напротив спальня ну вот сразу же вот такого быть не должно спальня как самое интимное помещение должна быть чуть подальше общего пространства поэтому я ставлю оценку отстой ну такая оценка у меня это значит ноль баллов следующий параметр прихожая смотрим какая это прихожая прихожая должна быть достаточно просторной для того чтобы здесь могли раздеться переодеться 2-3 человека ну обыкновенная семья которая покупает двушку ну вряд ли здесь четыре человека хотя не тоже покупают и четыре человека но здесь целых 150 метров посмотрим что с прихожей 13 7 квадратных метров и это очень хорошо место под шкаф с натяжкой но есть вот здесь сейчас обозначу его зеленым цветом чтобы сразу было видно честно говоря судя по этой планировки у меня вызывает большое сомнение по поводу глубины вот этой ниши если она меньше 60 сантиметров это значит сюда шкаф не поместится но будем верить в лучшее будем считать что шкаф сюда поместится в принципе для семьи из трех человек даже из четырех ну наверное его должно хватить есть еще один параметр он следующий прихожая не должна быть проходной вы понимаете а здесь получается что из спальни мы будем ходить постоянно через прихожую ребята ну это плохо не такого быть не должно ну что опять что ли нолик ставить эта категория отстой ставлю нолик прихожая то проходная грязь то будете разносить то есть из спальни в кухню то будете бегать через грязевую зону а это нехорошо моя таблица беспристрастно следующая кухня гостиная кухня гостиной я считаю должна быть общая в кухне гостиной должна быть кухня лучше с островом отдельно стоящий стол и диванная группа что здесь мы видим мы видим кухню общего размера 33 и 3 квадратных метров в принципе неплохо и кстати она может сойти за общее пространство что будут делать здесь люди с этой 150 метровой квартирой пока не понятно мне видится следующее что кухню можно развернуть поставить остров и если вот сюда влезет обеденный стол то тогда у нас получается общая кухня гостиная вот в этом пространстве там где кухня написано с выходом на террасу с видом на шумный динамичный мегаполис как пишет застройщик ну и остается место под диванную зону там можно диван поставить например кресло там одно может быть второе напротив телевизор вот каким-то таким образом но нужно еще подумать и у нас остается большая гостиная 42 метра из которой можно сделать большую детскую например или постараться две детских сделать тогда уже трехкомнатная получится в общем с гостиной у нас все нормально она практически идеальная но правда в ней всего лишь 33 квадратных метра а эта категория сойдет но сойдет 33 квадратных метров под общее пространство сойдет значит ставим единичку теперь родительская спальня что такое родительская спальня это пространство которое совмещает в себе спальню гардеробную и ванную комнату такая здесь есть у нас есть спальня при спальне ванная комната и есть гардеробная и выход на свою собственную террасу даже так это можно назвать достаточно большая лоджия на которой можно расставить мебель и глазеть на город это будет красиво приятно и вот в такую хорошую погоду которую нас сейчас радует можно попить чаек с тортиком в общем спальня есть в ней гардероб в ней ванна ванна почти 8 метров я бы сказал это вообще идеально гардеробная не очень большая но она есть и в принципе это хорошо в случае чего можно от спальни немножко отхватить поэтому спальню родители будем считать идеальная поэтому я ставлю 2 балла дальше детская территория ну если у нас будут дети то наверняка они захотят свою комнату и здесь такая есть ну конечно квартира то огромное здесь можно сделать все идеально для детей поэтому практически идеальная ситуация и я тоже не буду вредничать поставлю двоечку теперь хранение чтобы у нас получился дизайнерский ремонт друзья мои мы должны подумать о хранении почему да потому что если вы сделаете красивый ремонт а у вас будут валяться вещи эти вещи будут просто вас раздражать они закроют собой весь красивый дизайн тогда вопрос зачем дизайн делали нет нужно предусматривать 5 типов мест хранения первое это гардероб в прихожей для верхней одежды второй это гардероб или шкаф для личных вещей и для вещей которые ну типа полотенце постельное белье и все такое третий вид хранения это постирочная которая совмещает в себе еще и хранение уборочного инвентаря а там где стиральная машина кстати я прошу не забывать там есть корзина для белья и есть химия которую вы используете разумеется при стирке и при помывке поэтому нужна постирочная четвертое как бы вы думали что это такое это кладовка кладовка в которой вы храните всякий хлам ну типа там лыжи сноуборды и чемоданы и туристическое снаряжение спортивную форму и так далее и тому подобное кстати старые забытые детские игрушки тоже там наверное храните ну и пятое это место хранения в ванной потому что в ванной очень много всяких бутыльков запасов туалетной бумаги и прочего где все это хранить нужно предусматривать такие места и много давайте смотреть что в этой квартире в прихожей шкаф есть не гардероб шкаф гардероб здесь делать не получится но шкаф есть и это неплохо второй тип хранения это для личных вещей есть считаем что есть третий тип хранения это постирочная а вот постирочной здесь нет друзья а это значит стиральная машина будет стоять в ванной а это плохо я бы так сказал с третьим проблема пунктом но можно найти в такой большой квартире я уверен что можно четвертое это кладовая кладовой здесь тоже нет что делать придется искать пятое место хранения в ванной но здесь ванна 8 квадратных метров с легкостью найдете и так постирочной нет кладовой нет но я думаю здесь путем перепланировки можно это сделать поэтому я ставлю оценку сойдет а это единичка следующий пункт это место личного уединения где здесь место личного уединения а вообще зачем вместо личного уединения дорогие друзья это такая штука казалось бы ну что там ушел в другую комнату сидишь никого не трогаешь вот оно место личного уединения. А нет, место личного уединения это такое место, где вы можете от всех закрыться. На самом деле у нас такая комната одна единственная. Называется она ванная, в которую вы можете зайти и закрыться изнутри. Но это так, чтобы было вполне законно и легитимно с точки зрения семьи. Больше у нас нет дверей с задвижками. Ну как правило, в любую комнату может ворваться ребенок, ваш домочадец, жена или муж и как-то вас втянуть в водоворот бытовухи. Поэтому нужно предусматривать места уединения. Что это такое? Что это может быть? Это может быть кабинет, например, это может быть место для чтения, это может быть место для прослушивания музыки, просмотра фильмов, место для игры в компьютерные какие-то штуки, ну и так далее и тому подобное. Где здесь есть места уединения? Ну вы знаете, в принципе можно балкон под эти задачи оборудовать и можно часть балкона, например, под кабинет отдать. Здесь можно от гостиной кусочек отгрызть в пользу кабинета и у нас получится изолированная комната, где мы можем закрыться, почитать, посмотреть кино, поиграть в компьютерные игры. Поэтому изначально здесь застройщикам такой вариант не предусмотрен, но с помощью планировки это сделать можно. Поэтому я поставлю оценку сойдет, но изначально же это не предусматривалось. Об этом же нужно думать и представлять где это сделать, разрабатывать планировку, ну и так далее. Поэтому оценка сойдет, ставлю единичку. Следующая ванная комната. В ванной комнате самое главное не должно быть стиральной машины. В идеале в ванной комнате должно быть окно. Ну и конечно ванная комната должна быть большого размера, чтобы из нее сделать релакс комнату. Кстати, кому интересно, может посмотреть видео, как организовывать ванную комнату. Вот здесь по ссылочке вы можете перейти и посмотреть это видео. Ну а я ставлю оценку. Ванная комната почти восемь метров, это круто. В ванной нет окна. Это, конечно, не очень хорошо, но нормально. Зато восемь квадратных метров. А еще в ванной не должно быть стиральной машины, она здесь есть. И она здесь есть, потому что здесь нет постирочной. 150 метров. Неужели не нашли? Это плохо. Это очень плохо. Это прямо отстой! Но ранее мы говорили, что здесь с помощью планировки можно будет придумать где-то местечко под постирочную, поэтому я ставлю оценку, сойдет. Это единичка. Звукоизоляция. Что имеется ввиду? Конечно, речи не идет о том, как звукоизолированы стены, звукоизолирован пол или потолок. Я не знаю этого. Что туда застройщик заложил, какие материалы использовал, я знаю лишь следующее. Звук такая штука, который распространяется буквально везде, вплоть до того, что он распространяется по конструкции. Наверняка, если вы живете в многоквартирном доме, да еще и современном, вы слышите соседей, которые сверху, которые снизу. Почему? Потому что звук распространяется по конструкциям. Так вот, к чему это я клоню? А к тому, что когда мы находимся в рамках квартиры, мы можем распределить наше помещение таким образом, чтобы друг другу внутри квартиры не мешать. Ну, например, если спальня родителей и детская, то желательно их разносить друг от друга, а между ними делать некий буфер, какое-то еще одно помещение, гардеробную, может быть ванную, может быть кабинет. Почему? Чтобы звуки из спальни не доносились до детской и наоборот. То же самое, гостиная комната, кухня-гостиная, где может работать громко телевизор, где могут гости громко разговаривать, не должна ограничить с детской, потому что если ребенок маленький, то вы вынуждены будете говорить в полголоса, чтобы его не потревожить. Не дай бог он проснется и начнет кричать и придется маме уйти от гостей к этому ребенку. Ну, в общем, смысл вы поняли. А также не должна быть ванна в изголовье кровати и так далее. Так вот, здесь с этим, конечно, большая беда. Здесь нету таких буферных зон, здесь нету ни гардеробных, ни шкафов, которые бы могли обеспечить эту самую звукоизоляцию, поэтому здесь я не могу поставить хорошую оценку и, конечно, я это отношу к отстой. Кстати, я прошу вас и рекомендую вам обратить на это внимание именно на звукоизоляцию и не надеяться на то, что вам там в квартире проложили какие-то супер материалы. Звук хитрая штука и он просочится везде, поэтому будьте внимательны, дорогие друзья. Ну и последний пункт, он называется, сколько вы выкинете денег на ветер, покупая ненужные коридоры. Друзья, здесь нет коридоров, аллилуйя! В этом ребята молодцы, поэтому идеально оценка 2. Итак, сейчас я все суммирую и посмотрим, что получилось. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10. У меня получилось 10. Десятка. Хотя, по 10 пунктам, если ставить двоечки, а это значит все идеально, должно получиться 20 баллов. У меня получилось десятка. Десятка соответствует, сойдет. Ну это если по единичке ставить, по пункту сойдет, то получится десяточка. В общем, это такой средний параметр. Ну хорошо, что не отстой. Так что, друзья, скачивайте мою табличку, сами сравнивайте по этой табличке квартиру или вот эту, которую я разбирал чемпион парк или свою собственную. Ну а я пойду разбирать следующую квартиру. Кстати, напишите в комментариях, понравилось вам видео. Напишите, пожалуйста, также, что вы думаете по поводу той таблицы, которую я составил. Ну а пока ставьте лайк, жмите на колокольчик и подписывайтесь на канал.